здравствуйте друзья с вами канал я по радуге босиком вот я взбиваю миксером куриную грудку немножко молочка но буквально рюмочку молочка приправы разные приправы кто какие хочет но также я положила сушеный чеснок вот сейчас я это все взобью до конца вот миксером вот и потом покажу дальше что делать я делаю сейчас колбаски сосиски но посмотрим что получится немного насыпала крахмала но где-то столовую ложку мясо здесь 700 грамм друзья теперь мы сделали вот такой однородный фарш я намочила руки и теперь надо это отбивать 1 30 когда отбиваете а ну как бы ворсинки мяса волокна они как бы проникают друг друга вот раз 30 вот так вот надо вот вбить взбить очень вкусно пахнет чесночком хотя добавила еще приправу для курицы но аромат изумительный я хочу две колбаски сделать вот я визуально разделила на две кучки и вот сюда буду сейчас выкладывать вот я завернула колбаску теперь я закручу но я знаете сильно не буду чтобы она не лопнула сейчас я завяжу ниточкой один краешек второй краешек сильно не буду я прям вот здесь сильно-сильно вот так принимать я боюсь что у меня когда будет творится лопнет ну вы знаете я думаю что это только с опытом придет я тоже вот эту именно колбасу делаю первый раз такой варенку что это будет вкусно я точно знаю я делала такую колбасу вообще вот это если по узбекски то это будет хасып только хасып делается с рисом и в кишке ну у меня кишки нет рис я не захотела положить поэтому у меня будет вот такая колбаса вот я положила в кипящую воду друзья сейчас покипит минут пять прям покипит а потом я выключу и минут двадцать она просто полежит вот в этой горячей воде и она дойдет потом вам покажу вот такая получилась колбаска вот такая сейчас я нарежу и вам покажу вот такая получилась колбаска варенка если вы хотите чтобы она была розовая тогда нужно добавить сока свеклы вот когда помните мы это все взбили и когда добавили крахмал также сока свеклы надо было добавить ну на ваше усмотрение сколько я думаю что где-то 50 миллилитров тогда бы она у вас была как магазинная вот я уже попробовала очень вкусная друзья я забыла вам показать как я заворачивала в пищевую пленку колбасу представим что это фарш вот это как будто бы пищевая пленка вот так вот формируем там да такую колбаску и вот так вот и и заворачиваем заворачиваем в пленку до конца и потом вот так вот там дальше я уже показывала завязали здесь и замотали здесь завязали здесь